Одна атакует, а остальные вы стоите, то это не пойдет. Если вы прессингуете, нужно всех их закрывать одновременно, понимаете? Последние наставления перед игрой. Сегодня шесть женских команд, среди участниц которых юные представительницы прекрасного пола. Улан-Удэ, Селенгинск и Кабанск. Одно дело играть в товарищеские игры, другое дело, конечно, турнирная борьба. Они уже, конечно, друг друга хорошо знают. Тут уже ротация определенная произошла, игроки перебрались из одной команды в другую. Ну, в общем, как это всегда происходит. Ну, поэтому игры достаточно интересные. Ежедневные тренировки по несколько часов дают свои результаты. Участницы команд из районов боролись за звание лучших в Красноярске, где стали победительницами, и в Москве. Там девочки взяли третье место. Это как бы не мешает нашей женственности. Футбол хочет и мужской вид спорта. Тренер вас не жалеет? Нет. У нас, ну, перед какими-то либо сборами, у нас каждый день тренировки, а так три раза в неделю. Ну, сегодня кто, думаешь, выиграет? Какие у тебя вот ставки? Ну, скорее всего, мы. Тренер одной из женских команд рассказывает, что в футболе для него равны все. Хоть девочки и слабый пол, поблажек им не делает. Мне кажется, они по азартнее играют. Девочки по азартнее, чем мальчики? Да. Такое ощущение. Все-таки бьются до конца. Чем отличается тренерство мальчиков от тренера, что у девочек? Да, по идее, это ничем не отличается. Я также требовательный к мальчикам и к девочкам одинаково, да. Первый чемпионат по женскому мини-футболу прошел два года назад. С тех пор подготовка заметно изменилась. Об этом говорят и сами футболистки. Мы начали играть в волейбол, потом пришли мальчики. Мы начали с ними, а теперь мы их обыграем. Каким счетом? Семь, три, может так быть. Юных спортсменок ждут шесть туров. Лучшие женские команды определятся 7 марта. Если удастся стать первыми, тренеры надеются, что их девочки все же попадут в сборную Сибирского федерального округа. А там недалеко и до соревнований на федеральном уровне. Юлия Пермякова, Вячеслав Батоев. Первая альтернативная.